Динамо! 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 Вывеска матча «Динамо-Алтай-Югра» до стартового вбрасывания вряд ли вызывала интригу у болельщиков. Команда из Ханты-Мансийска находится на третьей строчке ВХЛ. Барнаульцы лишь на 21-й. Однако в первом периоде именно «Динамо» в цыдули активнее в атаке и больше нагружали вратаря соперников. Хороший боевой матч. Огромное спасибо всем парням, каждому, кто сегодня выходил на лед. Болельщикам, которые поддерживали нас всегда в непростой ситуации. Сама игра, да, как мы видели, была непростая, рабочая. Все пахали, обе команды, потому что соперник приехал на Сомска, где уступил. Были очень злые. Повезло, так сказать. Во втором периоде «Югра» стала чаще бросать по воротам Вадима Никитина. Могол «Кипер» был надежен. Первыми счет открыли «Динамовцы». После наброса Чегошева от синей линии Кирилл Шумилов подправил шайбу в створ. В третьей 20-ти минутке игроки из Ханты-Мансийска смогли воспользоваться большинством и сравняли счет. Барнаульцы также не упустили свой шанс и реализовали преимущество 5 на 3. Никита Сироткин забросил решающую шайбу. На то большинство уже договаривались побольше бросать. Пару рикошетов, она мне удачно отлетела. Осталось только забить ворота пустые. Самотверженность. Опять же, ребята поверили в себя. Где-то больше шайбочки владели, держали. Поэтому такой закономерный исход. «Югра» имела шансы перевести матч в дополнительное время. Более того, гостям удалось забросить шайбу за 24 секунды до сирены. Но к радости барнаульских трибун судьи разглядели атаку вратаря и отменили гол. «Я думаю, что матч этот понравился зрителям. Сказал, да, то, что команде поблагодарил именно за этот матч. Только через работу, я думаю, повернуться, да, чтобы придут эти голы. Голы, потому что ребята все опытные, умеют забивать. Но, к сожалению, один забитый гол, ненужные удаления. Это, наверное, дисциплина подвела, наверное, да. Оправданы они, не оправданы удаления. Тем не менее, да, вот эти моменты убирать. И дальше готовимся к выездной серии. У нас еще один матч. «Динамо Алтай» прервало трехмесячную серию поражений. Следующим соперником барнаульцев вновь станет лидер чемпионата Тюменский Рубин. Но барнаульцы доказали, что готовы биться с любым соперником ради своих болельщиков. У меня сегодня у мамы день рождения. Хочу поздравить ее с днем рождения. Это победа для тебя, мамуль. Я тебя очень сильно люблю. Алина Пенигина, Вадим Слюсарев, Илья Алексеев. Новости.